Во что же было выгоднее инвестировать в биткоин или в призм, узнаем из фактов на канале Валентина Синема 2. Заходим на CoinMarketCap, выбираем биткоин. Год назад, 1 декабря 2021 года, биткоин стоил 56907 долларов. На данный момент биткоин стоит 16182 доллара. Заходим на том же CoinMarketCap, только на криптомонету призм. Год назад, 1 декабря 2021 года, призм стоил 0,0045. На данный момент призм стоит 0,002576. Теперь откроем вкладку любой биржи и поставим цену биткоина. Допустим, мы хотим купить 1 биткоин. Нам надо заплатить 56907 ОСДТ. Теперь перейдем на другую вкладку, где торгуется призм ОСДТ. Вставляем сюда цену, по которой мы покупали год назад. Вставляем сюда 56907, то есть ту сумму, на которую бы мы купили 1 биткоин. И у нас получается, что мы бы год назад купили 12 646 000 монет призм. Перейдем в текстовый документ и запишем сюда все эти данные. Допустим, год назад за 56907 долларов вы купили 1 биткоин или 12 646 000 монет ПЗМ. Сейчас мы с вами будем отталкиваться от того, что биткоин не майнили и не трейдили на биржах. В хайпах ничего не потеряли и на биржах в связи с санкциями у вас пока еще ничего не отжали. Вот как был один биток, так он и остался. И вы его за этот год не продали, потому что он только падал и выше цены, по которой вы его покупали год назад, не поднимался. Если бы вы его продали, например, по цене 37 000, то вы бы зафиксировали убыток в 20 000 долларов на момент продажи. А так, на сегодня, достаем калькулятор и считаем. 56 907 отнимаем 16 182 доллара равно вы в убытках на 40 725 долларов. Зафиксировали и сейчас переходим на гитхаб, нажимаем парамайнинг калькулятор, нажимаем здесь на калькулятор слово. И смотрите, чтобы поставить кошелек в холд статус, нужно, чтобы на нем было не более 110 000 монет. А у нас 12 646 000 разделим на 116 кошельков. И у нас будет 109 000. Отличненько. Значит, у нас будет 116 кошельков. Ставим в калькулятор баланс 109 017. И, допустим, у нас будет 10-миллионная структура. Ну, под первыми кошельками так точно, потому что у вас почти 13 миллионов монет. Нажимаем син-ин и смотрим. Это ваш баланс. Структура 10 миллионов. Нажимаем на четвертую страницу. Опускаемся вниз и видим, что за год на вашем кошельке прибавится 46 539 монет. Это на одном кошельке. Итак, фиксируем 46 539 монет. Умножаем на 116 кошельков. И получаем 5 398 524. Заходим на биржу. Вставляем 5 398 524. О, и цена подросла. Посмотрите. 27 79. Итак, у нас получается прибыль 15 000 ОСДТ. Записываем в наш текстовый документ. Плюс 15 000. И заметьте, те, кто купил монеты призм, через год продали только пар. А тело оставили для получения дальнейшего пожизненного пассивного дохода. Но если монеты призм стоят в холд периоде не год, а 450 дней, то есть на 3 месяца дольше, то за последние эти 3 месяца можно добыть монет еще почти 50%. То есть через 450 дней вы можете обналичить не 15 000 долларов уже, а 30 000. Если курс, конечно, останется прежним. А если к этому моменту курс вырастет, ведь и такое тоже может произойти. А те, кто купил биткоин, для того, чтобы продать его дороже, им нужно продать все монеты, чтобы вернуть свои инвестиции и заработать. Сидят и ждут следующей волны взлета. А когда будет этот взлет, неизвестно. Ведь после предыдущего взлета до 20 000 долларов в декабре 2017 года, им пришлось ждать 4 года. Кто действительно хочет зарабатывать на крипте, нужно уметь ждать. А для этого нужны ну просто железные нервы. В этом ролике я не буду рассказывать о преимуществе блокчейна призм, потому как вот в этом видео я подробно все об этом уже рассказала. В этом же видео есть и подробное описание, как поставить кошельки призм в холд период и получить статус холда. Нажимаете вот тут на кнопку «Еще», открывается полностью все описание, опускаетесь в самый низ и находите в эпизодах нужный вам раздел. Нажимаете на него и вас перебросит на просмотр нужной вам темы. На этом у меня все. Всем желаю больших профитов. С наступающим вас Новым годом! Новым годом!